Татарстанцы в это воскресенье отмечают День Республики и 100-летие ТАССР. В Казани городские власти подготовили насыщенную программу – фестивали, концерты и 300 залпов салюта. Поздравления жители республики получают со всех уголков России. Я рад называть Рустам Мургалевича своим старшим братом, потому что с самых первых дней он активно помогает нам. И я никогда не забуду первую поездку нашей команды, где мы смогли получить ответы на очень многие вопросы. Каждый из наших регионов стремится стать лидером в экономике, в сельском хозяйстве, в самых разных сферах. И нам всегда приятно видеть Татарстан на передовых позициях, потому что такие победы, успехи всех нас делают сильнее, нашу страну. Татарстан – один из самых успешных регионов России. Здесь есть все – уникальное культурно-историческое наследие, передовая промышленность, богатейшие природные ресурсы. Но главное – здесь живут трудолюбивые, активные и талантливые люди. Республика является примером региона, где поддерживаются гармоничные, межнациональные и межконфессиональные отношения. На протяжении веков здесь в согласии и взаимном уважении проживают представители более ста народов и практически всех основных мировых религий. Татарстан – давний друг и надежный партнер Санкт-Петербурга. Нас объединяют не только экономические интересы, но и обширные, культурные, научные и образовательные связи. Для Нижегородской области Татарстан всегда был регионом-другом, с которым нас надежно связывает Великая река Волга. Татарстан входит в первую десятку наших торговых партнеров. У нас действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Промышленность, наука, культура, искусство – нет такой сферы, где у нас не было бы точек соприкосновения. И это сотрудничество, я уверен, будет только укрепляться. История Татарстана неразрывно связана с судьбой всей страны. Этот самобытный край дал нашему Отечеству выдающихся деятелей науки, образования, культуры, искусства, политики. Свой юбилей республика встречает новыми успехами, достигая больших высот и уверенно смотрит в будущее. В основе этих достижений – трудолюбие и талант жителей Татарстана. Татарстан на рубеж конца 80-х, начала 90-х вышел на достаточно сильных позициях, я имею в виду в социально-экономическом плане. И грамотный менеджмент, руководство на тот период, исторический этап, он позволил сохранить, где-то даже приумножить то, что можно было. И даже то, что, казалось бы, просто невозможно приумножать. Например, если мы говорим о конкретных каких-то вещах, то большим достижением республиканского менеджмента, первого президента, действующего президента, остается, осталась не только нефтяная сфера, не только нефтекомплекс, но и, например, аграрная сфера. На фоне ряда ведущих регионов России Татарстан выглядит очень и очень хорошо. В деревне Аняково Октаныжского района торжественно открыли бюст первому президенту Татарстана Ментимиру Шаймиеву. Согласно указу президента России, в случае присвоения лицу звания Героя Труда на его родине устанавливается бронзовый бюст. После церемонии открытия участники мероприятия прошлись по парку, где он установлен. Это пространство соединило два поселения Аняково и Поисеево. Здесь есть площадь с фонтаном, пруд, детская и спортивная площадки, удобная парковка. В завершение Шаймиев выразил благодарность Владимиру Путину за оказанное доверие и высокую оценку своего труда, а также скульптуру за проделанную работу. Мы открываем бюст нашему выдающемуся земляку Ментимир Шаймиеву, первому президенту Республики Татарстан, герою труда Российской Федерации, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством. Примечательно, что открытие бюста проходит год столетия образования Татарской АССР. Это одна из судьбоносных вех в истории Татарского и всего многонационального народа Республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. Немало славных страниц в нее вписал наш уважаемый Ментимир Шарипович. Именно первый президент Республики обозначены ключевые точки роста экономики и заложен мощный фундамент для дальнейшего развития Татарстана. Самое важное, за все эти времена Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед. Как правильно говорят в народе, хочу отметить, что все проекты и программы, которые инициировал первый президент Татарстана, нацелены на потребности татарстанцев. Достаточно вспомнить такие программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам мы были первыми в Российской Федерации. Сегодня Ментимир Шарипович продолжает свою работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения. Открытие бюста Ментимир Шариповича Шаймиева не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику. Данное событие несет значимую идеологическую составляющую. Жизненный путь Ментимир Шариповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение настоящих патриотов. Ментимир Шарипович пробудил в татарстанцах настоящее чувство гражданской ответственности за судьбы нашего исторического и культурного наследия. Его проекты по возрождению Булгара и Свияжска поддержали не только жители республики, но и меценаты нашей необъятной страны и зарубежья. Мусульманская ума благодарна Ментимир Шариповича за создание Булгарской исламской академии. А православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божьей Матери. Активная деятельность Ментимир Шариповича признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО. Не случайно он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Ментимир Шарипович – это наш учитель, это наш наставник. Все мы, вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Ментимир Шариповича. И мы ему искренне благодарны. Без стабильных отношений внутренних в регионе очень тяжело развивать регион. Вести его куда-то на высокие позиции. Если внутри у населения нет единства, очень сложно выполнять другую работу. Я считаю, что главная заслуга Ментимир Шариповича, начиная с 90-х годов, заключается именно в том, что он всегда умел консолидировать население. Он всегда умел решать очень острые проблемы внутри республики, которые касались именно социальных отношений. Я не буду сейчас называть негативные кейсы. Каждый житель республики у нас знает прекрасную историю республики. Этому способствует и образовательный сегмент, который обучает наших ребят истории родного края. Я думаю, что это основная заслуга Ментимир Шариповича. А все остальное – это уже менеджмент. А отношения между людьми – это душа человека, который действительно болеет за тот регион, который ему доверили. Он действительно болеет за него и сейчас, когда передает все свои знания, весь свой опыт тем людям, которые находятся на первых постах не только в нашей республике, но и, как говорилось, во всей России. Заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Панчин отметил, что Ментимир Шарипович всегда был ярким примером для всех политических деятелей страны. Жизненный путь Ментимира Шариповича всегда являлся ярким примером для всех политических деятелей нашей страны. Ментимир Шарипович был и остается ярким политическим лидером и по сей день, и на большой политической арене нашей страны его голос всегда слышен. Благодаря Ментимиру Шариповичу на территории Республики Татарстан сохранен межнациональный и межконфессиональный мир, что положительным примером послужило для всех республик, когда в 90-е годы многие желали объявить свою самостийность и двигаться своим путем. Благодаря вескому слову первого президента Республики Татарстан мы сейчас имеем то, что мы имеем Великую Россию. И когда первый президент Татарстана сказал, что Россия и Татарстан едино неделимы, благодаря этому все остальные республики сплотились для продолжения поступательного движения нашей великой страны вперед. Ментимиру Шарипович в свои годы, его политическое чутье, когда все делили большие политические портфели, он произнес великую фразу, великий клич, который впоследствии подхватила вся страна «Без булда арабыз». Мы вместе. И вот с тех пор, как уже сказал президент Республики Татарстан, республика динамично развивается на протяжении последних 30 лет, идет вперед и задает тон не только при Волжском федеральном округу, но и всем субъектам, находящимся в территории нашей великой страны. Я все время привожу маленький пример, чисто бытовой. Вот вы из республики выезжаете на автомобиле, да, где заканчивается дорога? И люди начинают улыбаться и говорят, ну да, на границе Татарстана дорога иногда заканчивается. Так вот, когда мы говорим о реализации инфраструктурных проектов, я все время людям привожу именно этот пример. То есть вот так реализуются инфраструктурные проекты здесь, в республике, и мы, да, мы всегда будем чем-то недовольны. Человек всегда хочет лучшего. Но когда есть чем сравнивать, когда есть на что посмотреть со стороны, это всегда очень наглядно. Инфраструктурные проекты, научные проекты, промышленные, инвестиционные проекты, образовательные проекты, которые реализуются. Да, нам что-то нравится, что-то не нравится, но когда в сравнении мы пытаемся что-то понять, все познается в сравнении. Да, есть плюсы, есть минусы, и это хорошо. Пострадавшие вкладчики получат еще по 300 тысяч рублей. Речь идет о клиентах банков, признанных банкротами. Решение принято на неделе на совещании у президента Татарстана. Напомню, в результате краха нескольких банков деньги потеряли тысячи татарстанцев. В правительстве республики был создан фонд по оказанию помощи. Более 6 тысяч пострадавших уже получили выплаты на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. При этом 55% вкладчиков вернули ранее утерянные средства в полном объеме. И с введением новой меры количество таких вкладчиков возрастет до 68%. В течение двух лет фондам до июня 2019 года принимались обращения от вкладчиков. За это время подле заявления 7453 лица, из них 6589 заявлений, соответствуют требованиям фонда для оказания поддержки. В рамках разработанной концепции проведены были 6 этапов оказания поддержки. В том числе поддержка пострадавших клиентов ТФБ финансов и льготных категорий лиц, как наиболее уязвимой и незащищенной группы. По результатам удовлетворены гуляториальные заявители первой и третьей очереди до 500 тысяч рублей и льготных категорий до 1 миллиона рублей вручительно. Выплаты уже осуществлены 6101 человеку и в общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Причем 55%, это 3617 человек, полностью удовлетворили свои требования, то есть в полном объеме вернули некуда потерянные средства. Самым острым и актуальным запросом всех пострадавших остается просьба об объявлении новых этапов выплат. Планировалось, мы планировали текущие выплаты, которые по 500 тысяч рублей проводить до конца текущего года, но с учетом организации работ фактически этот этап поддержки велся с опережением и практически на сегодня завершен. С учетом социального запроса граждан и возможностей фонда было принято решение об оказании дополнительной поддержки пострадавшим вкладчикам в размере до 300 тысяч рублей. Об этом также вчера было объявлено президентом нашей республики. Новым этапом будут охвачены еще около 3 тысяч лиц. В дальнейшем в реестре у нас останется порядка 2 тысяч заявителей. Уже в начале сентября первые заявители получат поддержку в рамках нового этапа. Около 4,5 тысяч заявителей по завершению выплат седьмого этапа в полном объеме закроют свои требования, то есть полностью вернут свои некогда потерянные средства. Это порядка 68% от реестра нашего. В некоторых школах Татарстана с родителей собирают деньги на закупку антисептиков и термометров. И это несмотря на заявление министра просвещения страны о том, что эти расходы должны взять на себя региональные бюджеты. Кто займется приобретением средств защиты для учреждений набережных челнов, выясняла Валерия Новожилова. Все учебные заведения в набережных челнах будут обеспечены санитайзерами и бесконтактными термометрами. Об этом еще неделю назад на пресс-конференции заявил начальник управления образования Рустем Хузин. Приказ управления образования, ряд моментов уже внедрены в школах, будь то дезинфекционные мероприятия, график уборок, проветриваний. Каким же образом будет организован образовательный процесс? Это прежде всего требования обеспечения сотрудников пищеблока, технического персонала, средствами индивидуальной защиты, детсредствами, бесконтактными термометрами. Однако, побеседовав с руководителями школ города, мы выяснили, что некоторым из них приходится закупать санитайзеры и термометры на собственные деньги. Пришлют ли в школы защитные средства, директоры учреждений пока не знают. Тем временем идет активная подготовка к началу нового учебного года. Каждый класс будет учиться в отдельном кабинете. По возможности и при хорошей погоде уроки будут проводить на свежем воздухе. Пока мы закрепляем за классом кабинет, за исключением нескольких предметов, это физическая культура, изобразительное искусство, технология, физика и химия. Естественно, они будут входить в специализированные кабинеты. До конца года в учреждениях будут отменены массовые мероприятия. Чтобы развести потоки входящих и выходящих, в школах должны быть открыты все выходы. В медблоках будут организованы помещения для детей и сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний для предотвращения контактов с другими людьми. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, новости Татарстана. Мы ежегодно, но в прошлом году и сейчас мы уже обговорили с общественной организацией депутатов «Мархамят». Татьяна Петровна Лариона возглавляет, что проведем в начале сентября горячую линию, именно посвященную началу нового учебного года. Потому что будут вопросы, связанные с организацией питания. Вы знаете, что с 1 сентября бесплатное питание должно быть для детей начальных школ. С организацией безопасности детей, находящихся в школе, это необходимые дезинфекционные средства. Это обязательства бюджета, это обязательства государственные, так можно сказать, не родители. Понятно, что родители могут дополнительно что-то дать, но основное все это должно быть за счет именно образовательных учреждений. Но вы понимаете, насколько было сделано, какой шаг был, когда мы в конце учебного года перешли на через видео, проводили уроки. Ведь не было у всех достаточного количества планшетов, компьютерной техники. И в этой части президентам просто было принято достаточно серьезное решение, когда была помощь страны бюджета и лично президента, оказание содействия многодетным семьям в обеспечении планшетами. Очень много благотворителей, которые передали свои планшеты, свою технику для семей. Поэтому я думаю, что и в этой части сейчас достаточно будут приняты серьезные меры для того, чтобы обеспечить безопасность детей нахождение в наших образовательных учреждениях. К первому сентября готовятся и илабужские школы торжественной линейки в День знаний в учреждениях состоятся. Только вот в каком формате решают сами руководители учебных заведений. А пока же идет подготовка к новому учебному году. В школах завершают ремонтные работы, приводят в порядок классы и закупают новые учебники. Полилинговальная школа уже готова принять детей. В сентябре сюда придут ученики с первого по восьмой класс. Никакого дистанционного обучения не будет. Ребята сядут за обычной партой. Правда, сам учебный процесс корректируют с учетом мер безопасности. Дети уже не будут ходить с основного звена по кабинетам. Они будут находиться в каждом своем классе. Учителя будут приходить. И, естественно, все санитарные нормы будут соблюдаться. Линейка будет в этом году у нас только для первого класса. В стандартном режиме. Со второго по восьмой класс ребята будут приглашаться в свои классные кабинеты. И с учителями, с классными руководителями будет организован такой классный час. В библиотеке тоже кипит работа. Учителям выдают учебники. Всего в фонде насчитывается более 30 тысяч книг. В другом крыле школы родители вместе с детьми примеряют новую форму. Вовсю готовятся к первому сентября и семья Валеевых. По словам мамы шестиклассника Тимура, дистанционка далась им нелегко. Поэтому они рады возвращению к обычной учебе. Сегодня мы пойдем на это классное собрание. Познакомимся с новым учителем. Как он нам информацию скажет. Школа очень красивая, комфортная, очень приятная. В таких хороших, красивых тонах. Давно не был в классе. Уже скучал по друзьям. Не приметили форму, она мне очень понравилась. В этом году в Елабужском районе впервые за парты сядут почти 1300 первоклассников. Всего же в школы придут свыше 9500 учеников. Рекомендуется проведение линеек на открытом воздухе. И отдельно по каждой параллели. Преимущество в каждой школе будет даваться обучающимся первого класса, девятого и одиннадцатого классов. Для которых этот праздник особенный. Также весь учебный день у каждого класса будет проходить только в одном кабинете. Исключение занятия, требующие специального оборудования. Это физкультура, ИЗО, технология, физика и химия. Раиля Ахмадеева, Гульнас Гайнири, Надгениатов, Новости, Татарстана. По данным Минцифры Республики, к началу нового учебного года скоростной интернет появится во всех школах. Всего в 2020 году по нацпроекту «Цифровая экономика» 546 школ получили доступ к интернету. Сейчас продолжается работа по подключению социально значимых объектов. В то же время, помимо образовательных сайтов, просторы всемирной паутины таят в себе и массу опасных ресурсов. Как защитить ребенка от нежелательного контента в сети? Об этом мы говорили в нашей студии в эту среду. Да, мы устанавливаем родительский контроль. Но мы это делаем не втайне от ребенка, а мы его сажаем и объясняем для чего. Мы говорим о том, что есть определенная, так скажем, корзина мусора, которую ребенок может увидеть в интернете. Туда и реклама входит, и ужасные картинки, и неприемлемый контент. Там есть различные, могут тебе писать непонятные люди, которые что-то будут от тебя ходить. Они абсолютно незнакомы. Есть, которые могут обманывать. То есть и целая-целая-целая лекция о том, что может быть в интернете в этой корзине неприемлемого контента. Что, ну да, она есть, но она нас не касается. Чтобы хотя бы какая-то фильтрация была, мы устанавливаем родительский контроль. Он поможет. Ну, зачем тебе лишним всякий этот мусор смотреть? Ну, все, отлично. Эту корзину половину родительский контроль забирает. Но если ребенок вступает в какие-то социальные сети, социальные группы, конечно же, или телеграм-каналы, твит, то же самое, да, или смотрят в тиктоке ролики, да, там же невозможно все абсолютно отсеять. Тогда мы ребенку объясняем, что да, есть те видео, есть те рекламы, те картинки, которые ты можешь увидеть, они могут показаться тебе странными, непонятными. Если что, всегда подойди, спроси нас, мы тебе все объясним. Желательно какое-то время обязательно вместе с ребенком, вот если он в какую-то соцсеть хочет зайти, показать, что там есть интересного именно с точки зрения ценности этой семьи, а что есть разрушительного, деструктивного, что может пагубно сказиться на психике. Вот мы говорим сегодня много о деструкции, да, о деструктивном влиянии. Что же это такое? Когда ребенок вот увидит картинку, например, да, картинка будет в газировке, а там текст написан о самоубийстве, об убийстве, что колет как горло эта веревка, да, это же в подсознание сразу идет. Если мы будем говорить о нейронно-экономистическом программировании, то вот этот неприемлемый деструктивный контент, он проходит прямо в подкорку ребенка. То есть вот в этом и есть опасность. В марте следующего года истекает срок так называемой дачной амнистии. За ее 14-летнюю историю, возможностью оформить дома на шестисотках воспользовались 800 тысяч татарстанцев. Об этом, а также о других вопросах садоводов мы говорили в нашей студии в этот вторник. Дачники говорят, мы должны как платить? Закон строго говорит, денежные средства надо платить на расчетный счет. Ну, есть денежные средства, это как бы плата за пользование, ну, за услугу садоводческого товарищества, можно сказать, за то, что состоишь членом садоводческого товарищества. Но есть еще и целевые взносы. Целевые взносы, ну, это как бы дополнительно, если просто сказать. Целевые взносы, они тоже дачники должны платить, но эти целевые взносы, они указываются, и в уставе товарищества должно быть отмечено, что целевые взносы. И целевые взносы на что и в каком размере это должно решить общее собрание дачников. Только вот если есть эти документы, тогда нужно платить и целевые взносы. Но на втором месте, ну, как бы среди вопросов, стоит такой вопрос. А можно ли пользоваться дачным участком, земельным участком, дачным участком и не состоять, не быть членом садоводческого товарищества? То есть пользоваться теми же самими благами? Да, то есть иметь дачу, но не быть членом садоводческого товарищества. Вот этот 217-й федеральный закон говорит, да, можно. Да, можно. То есть председатель правления, были такие случаи. Председатель правления говорит, если ты не хочешь вступать в наше садоводческое товарищество, то не будет тут ни участка тебе. Ну, иногда бывают такие разговоры. Да, момент шантажа. Да, если ты. То есть закон говорит, да, можно не быть членом товарищества, но иметь дачу в этом товариществе и пользоваться всеми благами товарищества. На неделе в Казани после реставрации открылся Аллафузовский дворец. Здание было построено в конце 19 века на средства промышленника Аллафузова и первоначально служило образовательным центром для работников мануфактуры. В советское время там располагался татарский тюз имени Кореева после театра созвездия Елдозлык. Но постепенно здание обветшало и было закрыто из-за аварийного состояния. И вот спустя многие годы его двери вновь открыты для первых посетителей. С руин поднять такое здание, такую красоту, это, наверное, из невозможного. Это, конечно, большое счастье. Я даже не верю, что вот такое можно сотворить. Это дети, действительно, созвездие, вот самые счастливые дети. Отличное, красивое здание, которое нам, думаю, предоставили для реализации наших проектов и проектов с нашими тетьми. В зрительном зале 330 посадочных мест. Здесь также расположится продюсерский центр, студия звукозаписи. Каждый жанр, еще раз повторяю, найдет здесь свое применение, потому что этого события ждали очень давно. И недаром историческое здание, построенное купцом Иваном Малафузовым, для нужд народа превращается поистине в народный зрелищный театр. Сегодня мы гордимся, что у нас такое движение. Есть люди, которые умеют мобилизовать. И вся республика задействована. 80, там, 70, 90 тысяч детей ежегодно принимают участие в этом конкурсе. Арт-резиденция созвездия Йолды Злык включает в себя, в первую очередь, театр. Здесь будут ставиться спектакли, мюзиклы. Самые разные жанры придут сюда. Здесь будет образовательная зона, звукозаписывающая зона, продюсерский центр. В общем, все закипит. Осталось сделать небольшие производственные строительные нюансы. К ноябрю это здание полностью войдет в строй. И тогда же мы будем говорить о продукте и о тех нервах, нюансах, которые были потрачены в течение многих лет на то, чтобы наконец-то здесь появился настоящий музыкальный детский центр. Субтитры создавал DimaTorzok Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok